Те, для кого норма, переходите железнодорожные пути в неположенном месте, недовольны. Специалисты Леспаркхоза в третий раз заваривают лаз, расположенный в районе 43-го дома по улице Селезнёва. Ликвидировать народные тропы поручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв этой весной. В качестве альтернативы предложил ремонт старых и строительство новых безопасных переходов через железную дорогу. Причина столь кардинальных мер – резкий рост числа травмированных и погибших под колесами электропоездов. Так, с января по август текущего года только на территории нашего муниципалитета произошло 17 таких несчастных случаев, тогда как за аналогичный период 2020-го – 10. И это несмотря на то, что мытищинцам доступны порядка 10 подземных и надземных переходов. Совместно с Минтрансом мы эту работу ведём уже давно, уже второй год. За это время мы обследовали все станции, находящиеся на территории округа. У нас всё обустроено. РЖД в ближайшие годы выполнил реконструцию старых переходов, обустроил новые пешеходные переходы, подземные, надземные. Что касается подходов к пешеходным переходам, все они также у нас находятся в надлежащем состоянии. Специалисты Леспаркхоза, в свою очередь, вот уже несколько месяцев подряд латают дыры в заборе от Челюскинской до Перловской. В неделю 12-15 адресов. Причём часто одни и те же. Многие упорно стремятся подняться на платформу, минуя турникеты. Или так спешат попасть на противоположную сторону города, что игнорируют специальные переходы. Это очень ускоряет путь до дома. Я внимательно смотрю направо-налево, прежде чем переходить. Думаете, это поможет? Сто процентов. Излишняя самоуверенность до добра не доведёт, считает майор полиции Евгений Стародумов. Он и его подчинённые регулярно проводят рейды, во время которых выявляют и штрафуют нарушителей. Люди идут в наушниках, в капюшонах, то есть они не видят приближающего поезда и не слышат его сигналов. Не всегда по дороге ходят электрички. То есть есть скоростные поезда, есть спутники, есть товарные поезда, которые идут без остановки. То есть обычная электричка, она, естественно, перед станцией притормаживает. И вероятность её увидеть гораздо больше, нежели чем идёт скоростной спутник или товарный поезд. Полчаса ЭЛАС ликвидирован. В этот раз Дмитрий Шитиков выбрал арматуру потолще. Сработана тоже на совесть. Но продержится конструкция не больше трёх дней, говорит сварщик. Это цельный литой пруд. Это не профиль пустотелый, это пруток. Величина провара 2-3 сантиметра. Здесь уже не жалеем ни сил, ни электродов, ни средств. Ничего. Всё это всё срезано, видите, срезано электроинструментом. Просто так это не оторвать. И всё равно всё это стоит 2-3 дня. В его словах горькая правда. Например, возле торгового центра Перловский в заборе снова зияет дыра. Видно, что кто-то поработал электроинструментом. К слову, в 10 шагах от этой народной тропы подземный переход. Получается, развернулась настоящая война между теми, кто намерен сокращать путь во что бы то ни стало, и теми, кто пытается сохранить их жизни. Но есть нюанс. Желание побыстрее попасть домой, сэкономить на проезде, избавиться от утомительных спусков, подъемов по лестнице, не служит защитой. Напротив, подталкивает к трагедии. Победителей среди тех, кто рискует, ступая на пути, быть не может. Жизнь одна. И лишиться её на железной дороге проще, чем кажется. Надежда Звягинцева, Денис Корник, Олег Степанов, Первый Матищинский. Продолжение следует...